Биржа Симикс. Гарантировано верное решение. Биржа Симикс. Гарантировано верное решение. Когда мы организовывали предыдущий проект, была отстроена определенная система работы, как находить инвесторов, как с ними работать и так далее. Для этого нужны агенты. То есть нужны люди, которые будут находить проекты сами, которые размещать. И нужны люди, которые будут находить инвесторов, организовывать, например, такие встречи, приглашать Юру, еще ребят, которым нужны инвестиции. И которые понимают, что они за эти инвестиции сделают, потому что они так уже делали за свои деньги. Ну, миллион инвестировал, зарабатывал на нем 100 тысяч. Говорит, если мне еще один миллион дадите, скорее всего, я еще буду 100 тысяч зарабатывать. Объясняют, то есть вот эту работу надо проделывать. То есть наш объект, ну, объект, кого мы зовем себе, это инвесторы, компании и люди, активные агенты, которые будут искать и инвесторов, и компании. Там есть определенная партнерская программа. То есть вы должны понимать, да, что само по себе мало что получить. Просто и быстро нужно только леща. А для всего остального нужно стараться. Вот. Так и здесь. Вот эту всю, ну, весь проект, его все равно нужно двигать. То есть его все равно нужно продвигать. Его нужно рекламировать. Есть разные методы. Мы для себя выбрали тот метод, который работает по факту. Он звучит примерно так. Принеси инвестиции, получишь за это комиссию. Это обычная стандартная схема работы банков по привлечению банковских депозитов. Это обычная стандартная схема работы агентов по недвижимости. Продая, совершившись сделку, получишь комиссию. Была сначала гипотеза попробовать по-другому. То есть сначала дать рекламу в какой-то канал, оценить входящий трафик, посмотреть, что из этого входящего трафика, какая у нас будет прибыль, посчитать return of investment, вот этот возврат инвестиций, отложенных средств в рекламу. Но когда мы считали, у нас никак там меньше 20% не получалось. Нам нужно было вкинуть 200 тысяч для того, чтобы привлечь 1 миллион. А мы там приняли такое решение, давайте лучше будем платить по факту. Ты инвестиции нам принесешь, мы тебе за эту комиссию заплатим. Какую комиссию определяет сам проект? Ну, человеку, которому нужен миллион, может сказать, я готов 5% от этого миллиона отдать на комиссионное вознаграждение тому, кто мне поможет, я теперь, ну, этот миллион собрал. Ну, какой-то проект, может сказать, я готов действовать, обязательно уже на себя все равно берет, долю он имитирует, создает, то есть обязательно на себя взял, инвестиции получил, агент, как за работу свою, получил, ну, вознаграждение какое-то, за то, что он проделал действия. Это, да, я уже, наверное, отвечал на вопрос, для кого. Вот на текущий момент, я просто хочу, да, еще раз, наверное, чуть-чуть похвалиться, и вот если вы зайдете на 7XBZ и вас можете выбрать компанию, у нас сейчас размещено здесь 4-5 компаний, одна просто сегодня разместилась, еще одна. Две из этих компаний закрыты, остальные вот начали, ну, постепенно набирать инвестиции. Порядка, наверное, 30-ти проектов еще висит на рассмотрении, но они, так скажем, слабые. Три проекта выйдут еще в ближайшие дни, это, там, агент, это строительство домов с недвижимостью, там, очень интересный проект. Тут барбер-шоу, там, по воде еще, он, скорее всего, появится в ближайшее время проект. Ты расскажешь, Буслава, да, про свой проект опозитуешь, да, пожалуйста, на сцену, а сейчас вот так, Юрова. Вот, просто есть бизнесы, да, вы должны понимать, есть бизнесы очевидные, вот, ну, кому из вас нужно, там, на Луну, да, порядочек, пока не очень, там, а кому нужна вода, да, то есть кто пьет? Пьют все. Еще вода, кстати, является причиной 100% смертей, знаете? Еще ни один человек, кто пилотой, не выжил. Вот, допустим, есть человек, который занимается водой. У нас есть проблема с водой, ну, ты расскажи, да. Ну, принято считать то, что питьевая вода, она измеряется чем? Минеральным составом, наличием, там, или отсутствием бактерий, и, в общем-то, есть еще такие мистические, типа, там, она структурирована и тому подобное. Мы, люди, прагматики, занимаемся сугубо научным подходом, и дело в том, что ту воду, которую мы производим, это фундаментальная наука еще именно с 1966 года советские, советские ученые, Томский Академик Городов. Это легкая вода, вода, из которой осознанно убирается вредная примесь, это тяжелый водород, ну, в химии называется бетерий. Вот, в двух словах, то есть, чем отличается наша вода от обычной? В каждом литре воды, обычной воды, в которой мы пьем, есть вот 3 грамма тяжелой воды, то есть тяжелого водорода. И он, в общем-то, оттуда, ну, никаким образом не уберется, то есть, это такая данность. И суть в том, что вот как медицина шагнула вперед, и сейчас все более качественные препараты, которые позволяют там получить лучшие эффекты, точно так же и за счет вот серьезной научной базы мы позволили произвести специальное оборудование, которое убирает вот эту вредную примесь. Если в двух словах сказать про тяжелую воду, то тяжелая вода вообще, она используется на АЭС, атомной электростанции, для того, чтобы гасить ядерную реакцию. Как вы понимаете, химический элемент дейтерии, он действует одинаково, что в нашем организме, что в том же, в той же АЭС. Химия, она, ну, собственно говоря, дейтерия – это ингибитор подавления любых таких живых организмов, живых процессов. Собственно говоря, вода, которую мы производим сейчас, мы продаем ее во все гипермаркеты «Твой дом», «Крокус Сити», плюс наша вода сейчас поставляется, причем без всяких, как-то, ретро-бонусов, а вот прям именно, действительно, люди очень высоко оценили ее свойства. У нас слоган даже «Вода, которая работает». Если зайдете на сайт либо vvd.ru, либо lightwater.ru – это вот наш сайт, где подробно можно по воде изучить. И, собственно говоря, я, как коммерческий директор, а также еще по совместительству и совладелец торгового дома, мы сейчас собираемся масштабироваться и выходить уже не только на московский регион, но и, соответственно, дальние регионы. Для этого еще нужно наладить серьезную структуру сбыта, и поэтому мы сейчас как раз выбрали данную площадку для того, чтобы привлечь инвестиции именно на развитие классического бизнеса, в общем-то, продукты питания, тут нет ничего такого. Как называется вода? Вода как называется? Вода VVD называется. Витя, да? Ну, мы выложим потом. Да, можно будет. Ну, все, красиво. Спасибо. Если рассматривать бизнес как актив, да, нужно, наверное, все-таки чуть-чуть понимать в бизнесе. Ну, нужно быть немного бизнесменом, иметь опыт и так далее. Там есть несколько критериев таких, что на то, что производит этот бизнес, должен быть спрос изначально. Этот спрос должен быть стабильнее. Бизнес-модель должна быть стабильнее. Ну, у нас спрос на воду есть, по факту, никуда никуда не ленится. Спрос на еду всегда есть. Спрос на стрижки всегда есть. Спрос на топливо всегда есть. Ну, то есть, дальше, бизнес-модель стабильнее. Можно ли это открыть здесь, надо открыть вторую. Ну, наверное, и здесь пьют, и здесь пьют. А какие-то очки, ну, наверное, не продаются где-нибудь на Аляске. Ну, там, где-нибудь продаются. То есть нужно все равно к бизнесам относиться. И вот наш старший партнер, Гелябин, он очень хорошо говорит. Нужно инвестировать в бизнесы, которые, во-первых, понимают, которые могу прийти, пощупать, посмотреть, что это такое, и проверить, где это, ну, как бы, команда, компания вообще существует. Вот. Поэтому в современных реалиях это все просто, доступно, ну, и абсолютно каждому из нас. Когда мы начали это делать, мы заметили такой, вы сейчас его тоже, наверное, поймете, принцип синергии, когда вот мы заставили собирать инвестиции туда, а произошел какой-то бак, что мы не ожидали. Касаясь того же даже барбершопа, когда мы просто сняли видео о том, что мы будем его упаковывать, просто выложили у себя на каналы на YouTube, люди как начали его просматривать. И те люди, кто стали рассматривать барбершоп как инвестиции, угадайте, стали они клиентами барбершопа или нет, они все пошли туда стричься. Мы просто пошли и попробовали. Проверить бизнес. Да, они пошли проверить бизнес. А что значит для бизнеса? Они пошли и дали денег для бизнеса. Они пошли и увеличили оборотку этого бизнеса. Они увеличили оборотку, они увеличили чистую прибыль этого бизнеса. А теперь на секундочку представим, что стоит, вот такой классический пример, в спальном районе есть магазин продуктов. И всегда есть такой формат магазинового дома. То есть ты не идешь ни к каким-то машанам, а ты идешь домой, и мне по дому заходишь, берешь молоко, хлеб, такие продукты, которые всегда нужны. И вот стоит один магазин. И вот из соседнего двора все ходят туда. И вот собственник этого магазина говорит, ребята, в принципе, этот магазин стоит 10, приносит он, ну, не знаю, 1200-300. Кстати, нет такого еще иного проекта. У кого есть магазин дома, кстати, он, да. Вот. Вот, 200-300 тысяч он приносит. И этот магазин говорит, ребят, ну, как вот физически он зарабатывает 200-300 тысяч, может открыть еще один магазин за 10. Но он может там лет 5 копить, да, не есть, не пить. Он может пойти в банк. Но есть, да, такая проблема с банками, им платить кредиты надо сразу. Им нужно сразу за свой бизнес 100% залог. Твой магазин стоит, одна недвижимость, например, 3 миллиона, она будет оценена от миллиона, и, ну, как бы, чуть ли не переписана на банк. Тебе с момента того, как ты взял инвестиции, к тому моменту, как ты на них начал зарабатывать, пройдет примерно там 2-3 месяца в среде полгода, оплатить надо сразу. И поэтому это не очень хорошее предложение. У друзей, ну, 10 миллионов, там, ну, не каждый берет, да, у друзей. Как-то искать, там, бегать, ходить, ну, тоже не очень. А есть площадка, куда он может разместиться, расклеить объявление по всем подъездам, собрать вот такую конференцию, сказать, ребят, 10 миллионов, у нас здесь 5 тысяч человек живет в районе, ну, по 200 рублей, примерно, по 2 тысячи, я поскольку не могу почитать. Вот. И, соответственно, вопрос, куда эти 5 тысяч человек пойдут за ею? Вопрос даже не в том, как 5 тысяч пойдут, а сколько тысяч эти 5 тысяч заставить прийти, купить еду в этот магазин. Да, потому что, ну, теперь есть прямой интерес. Теперь мы относимся к этому магазину не как гост, да, которые зашли, а мы заходим в этот магазин как к себе, ну, домой. Вот есть отношения, да, к окружающей среде, вот мы в стране наши живем там, рассказывают наши учителя интересные, вот мы живем как будто в гостинице, мы там кинули, за нас уберут, да, то есть мы не как будто дома, а вот когда объект... Есть вопросы, как бы, в Элпо? Пожалуйста. Ну, я думаю, все знакомы с различными методами вывода капитала из компании, в том числе инвестированные, инвестированные. Какие-то методы защиты от этого дела есть? Смотри, опять же, это по вопросу риска. Когда компания приходит и размещается, есть у нее некий актив. Возьму, опять же, пример, купленники на театре их сеть, да, барбашок их сеть. И, допустим, ну, есть актив миллионов 20 примерно. Компания выходит и что происходит с ней? А, она становится публичной, да, то есть собственник бизнеса или кто-то выходит и, ну, снимается, да, посмотрим, как проект упаковывает. Декларирует, сколько ему денег нужно и на что. Ну, по факту расписывает. ВВГД. Есть очевидные вещи среди них, ну, там, недвижимости покупают, да, оборудование покупают. Если проходит некоторое количество времени и проект не платит, и, собственно, говорит, извините, все печально, но нет денег, нет прибыли. Он говорит, ну, подожди, дай посмотрим, ну, ты же, у тебя же был бизнес-плат, ты вот это купил, то есть, если человек не платит и делает это умышленно, то есть, он потратил деньги не целевым способом. Ну, это 159, это, смотря каких размеров, то есть, это мошенничество. Он взял вот на это, у него есть договор инвестиционного займа напрямую между, там, 50-60, там, инвесторами, потому что их будет тысяча, которые имеют договор займа с ним напрямую, да, и получается, он это не выполнил, то есть, он смошенничал, раз. Второе, у него же есть другой, ну, есть актив, да, который, в этом случае, ну, там, его припишут, взыскать с него, у него есть, чем рисковать. Я не говорю же про репутацию, то, что репутацию всех остальных объектов, сразу за ноль, потому что туда придут, скорее всего, и попросит кресло забрать. Ну, я не знаю, на каком-то таком уровне это все, скорее всего, произойдет. Вот. Дальше, есть еще одна такая вещь, мы про нее не рассказали, потому что она еще не реализована, но она в ближайшие дни будет появиться, это вторичные торги. Что это значит? Что мы во внутренней мотивации у проекта убираем, даже вот эту, ну, это же смысл начинается, да, вывести деньги так, чтобы никто не заметил на этом заработать. Ну, такой месседжер, да, что вот. Ну, попробовали, вот, нам нужен миллион, взяли миллион, зенит не получился, зашлись. Как бы, меня никто не знал, но тебя и невозможно. А второе, есть такая вещь, что вот, когда имитируются доли, создаются доли, да, вот в проекте написано, так, цена доли 50 рублей, на 8, давай попроще, трансшок, нужно было 900 тысяч, 1000 рублей стоило доля, значит, было всего 900 долей. Что происходит после этого? Эти доли на руках у людей, да, то есть, вот они у тебя, там, 50, у тебя стоят, ну, короче, если этот бизнес начинает платить, эта доля является ликвидным активом, ну, что ли, актив, который имеет ценность, ну, по нему платится, и есть вполне определенная ценность. Допустим, он платит 5% в месяц, ну, это круто, ну, актив, который несет 5% в месяц, дорогого стоит, а их всего 900. Значит, кто-то тоже хочет купить этот актив, и он создает заявку, купить долю, но уже, например, хочет купить ее за 1200, то есть, он готов на 200 рублей, с нее дороже. Кто-то эту долю держит, думает, может, я ее продам. И получается, начинается, ну, рынок, начинает, то есть, компания начинает капитализироваться, другими словами. И если в этом русле мыслить, то если ты хочешь заработать миллион, забрать его, и, как бы, ну, с ним уйти, то можно это сделать так, чтобы бизнес продолжал работать, и актив продолжал работать. То есть, ты свои доли постепенно выкупаешь, развиваешь бизнес, цены на эти доли растут, ты сам скупил доли, там, по 1100, вот, собственный бизнес, вот этого трендшопа, рано или поздно, ну, может устать платить, там, по 15% в месяц, который он зарабатывает. Он скажет, я даю тебе свои доли, сам у вас их скуплю, и не к себе не буду больше делиться. И он начинает покупать. Он покупает, например, по 1100. А сам дальше платит, 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 другие видят, что платят, на них больше всего, а что значит видят, там есть раздел новости, ну, там выкладывают отчеты ежемесячные, югиды составили столько, столько. Получается, он купил по 1100, доли растут, и вот они стоят 200. Он берет, допустим, и половину долей продает, по две. Получается, он заработал 900-1000 на тех же долях. То есть, он вывел, как бы, из компании, он лишился актива, взамен на деньги, но актив действует. И поэтому, даже на уровне мотивации, мы продумывая эту систему, постарались убрать. Это, ну, не то, что мы продумывали, ну, учимся у великих, это же все давно реализовано. Ну, оно просто реализовано в других масштабах, ну, биржа обычно. Там просто, вот почему у нас доходности, у микробизнеса и мини-бизнеса все макро, ну, все большое. Большие темпы развития, большие доходности. Ну, примером, в нашей жизни очень просто. Идешь в спортзал, и первые два месяца, о, как прет. Ты прям быстрее бегаешь, больше поднимаешь. То есть, ты первое время растешь очень быстро. Чем дальше ты растешь, тем медленнее ты растешь. Ну, чтобы каждые 10-10 секунды выиграть, там, через три года тренировок, тебе приходится год тренироваться. Раньше ты это добивался за неделю тренировок. Так и у микробизнеса. И получается, что мы берем, и вот этот тонкий пласт, разбросанный по всему, ну, там, по всей стране, его, ну, на самых начальных этапах, на самых, как бы, быстро растущих, быстро развивающихся, большими рисками, ну, в принципе, с большими, да, ну, больше рисков, чем про бизнес, большой уже, но и доходность большая. И, скорее всего, многие из этих бизнесов, там, будут выстреливать, будут превращаться вообще в большие бизнесы. А ты там уже есть. То есть, ну, бизнес здоров, изначально. У меня еще, у меня на самом деле много вопросов. Окей, система какого-то автоматического учета у вас есть? То есть, допустим, 900 человек положились по 1000, и как между ними распределяется прибыль? Да, это тоже замечательный вопрос. Значит, данная система, вот, кто знает сервис такой, блаблака, ну, что он делает? Объединяет с одной стороны, те, кто едет, с теми, кто едет, да, и при нажатии двух кнопок, ты можешь это получить. Там, не знаю, кто знает там сервис, это R&B&B, который, поиск жилья. Ну, вот есть недвижимость, он там размещается, и он говорит, по мне может приехать, он с 200 рублей переночевать. И я этого человека нахожу, заодно нажатие. Если представить вот эти сферы, раньше, чтобы тебе с кем-то поехать, тебе нужно было, ну, технические действия, да, какие-то произвести, позвонить там всем своим знакомым, друзьям, ну, едет туда, ну, или как-то быть, ты на дорогу, то есть, ну, другие действия нужно произвести, чтобы получить тот же результат. Чтобы найти, где переночевать, тебе нужно звонить агентству недвижимости, ну, действия, да, чтобы сейчас инвестировать, важно, знаете, в американские акции, да, нужно на сайте брокера заказать инвойс, с этим инвойсом прийти в банк, отстоять там полчаса, положить деньги, взять и расписаться, прийти обратно, дождаться, пока эти деньги из твоего банка идут в том, ну, как есть процедура, да, длинная. Я думаю, ну, мало попадет тысячу рублей класть через банк, на долгую проблему. Поэтому, это тоже мы все понимали, и, допустим, чтобы вам показать, как это работает, да, и как ведется учет, биржа, она, ну, меня как-то задали вопрос, а зачем мне, вот я увидел проект Панорамы, почему я не приеду к нему напрямую, не дам ему эти там 5 миллионов и не заключу с ним напрямую что-то, ну, договор. А как потом распределяться будет? Ты с ним будешь свой договор придумывать, или какой-то, то есть мы даем всю обвязку договорную, и плюс мы даем распределение, аудит, подбадривание собственника, мол, как дела месяц заканчивается, ну, и распределение, и так далее. И как происходит? То есть инвесторы, все инвесторы, ну, как, если это не рисовать, да, так происходит, то есть есть площадка, и все инвесторы сюда перечисляют деньги, перечисляют, перечисляют, сумма скопилась, если она 100%, если не 100%, возвращается, да, я думаю, вы понимаете все, что сумма не собралась, она вернулась. Если она собралась, сумма, она одним скопом передается проекту. Передалась. Проект прокрутил деньги, заработал 5% в месяц. и он одним скопом вернул сюда. И здесь площадка в автоматическом режиме, там все реализовано, ну, вообще там очень хорошо, распределила равномерно между всеми. Люди, нажимая, то есть им появилось там плюс 100 рублей за дивиденды по такому-то, они при нажатии одной кнопки получают эти деньги и все на карте были виза, или на мастер-карте, или на любой платежной системе. Биржа Симикс. Гарантировано верное решение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!